МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На контроле губернатора будут находиться все озвученные во время приема вопросы, в их числе строительство инженерных коммуникаций, выплата компенсации за жилые помещения в аварийном доме, ликвидация задолженности коммунальных организаций за полученную продукцию, выделение земельных участков для строительства гаражей. Без внимания и соответствующего реагирования не останется ни одно поступившее обращение. В Гомеле торжественным собранием и театрализованным концертом отметили 103-ю годовщину со дня образования белорусской милиции. Защита интересов народа, охрана общественной безопасности, борьба с преступностью во всех проявлениях – ежедневная задача органов внутренних дел. Обращаясь к действующим сотрудникам и ветеранам службы, председатель Гомельского обл. исполкома Геннадий Соловей отметил, «Вам всегда приходится стоять на передовой, защищая интересы нашего гражданского общества, и вы выполняете свой долг с честью и высоким достоинством». Накануне профессионального праздника в Гомеле также прошел торжественный ритуал вручения наград. Отмечены около 80 сотрудников. 12 из них указом президента Республики Беларусь награждены медалями за безупречную службу. 5 офицеров получили погоны подполковника милиции. Рекордные показатели практически по всем направлениям деятельности за последний год принесли зарубежные проекты белорусских нефтяников. Расширять свое присутствие за рубежом наши специалисты продолжат и в 2020 году. Сейчас они работают на трех континентах. Самые перспективные проекты сосредоточены в Эквадоре, Индии, Украине и России. Так, в южной соседке белорусские нефтяники в 2019 году сдали пять скважин. В 2020 году планируют строительство еще четырех. В Эквадоре удалось прирасти в запасах нефти более чем в два раза. А в Индии получить контракт с крупнейшей местной корпорацией. При этом по-прежнему наиболее значительным трудовым плацдармом для белорусов остается Россия. Точкой роста в прошлом году стало создание газового промысла. В планах увеличить в России численность буровых бригад и приобрести современные установки грузоподъемностью 400 тонн. Это станет новой вехой для развития белорусско-российских проектов. Карту систематических несанкционированных свалок создают в Гомельской области. Она станет подспорьем в работе экологов. Чаще всего отходы выбрасывают около водоемов или на перелесках, оставляют мусор и вблизи населенных пунктов, а также гаражных кооперативов. Обзор этих территорий и прилегающих к ним мест будет проводиться постоянно. Специалисты будут отслеживать ситуацию во время плановых объездов, а также с помощью фотоловушек и квадрокоптеров. В качестве пилотного проект отрабатывается в Гомельской горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Собранная информация анализируется совместно с сельскими советами, руководителями предприятий, а также населением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова